Чернобыль вновь генерирует электроэнергию. Возле саркофага возвели первую солнечную электростанцию. Подробности проекта расскажет Александр Кулебаба. Казалось бы, когда в 2000 году остановили последний блок, все, генерация умерла и больше на этой площадке никогда не будет генерируется энергия. Но сейчас мы видим новый росток, пока еще небольшой, пока еще может быть слабой генерации на этой площадке и это очень радостно. В 100 метрах от саркофага красуются новые солнечные панели. Напротив взорвавшегося в 1986 году реактора построили первую солнечную электростанцию. Здесь разместили почти 3800 панелей. Пока ее мощность 1 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить светом около 2000 квартир. С точки зрения энергетики это небольшой проект. С точки зрения того, что кто-либо когда-либо это сделал на территории Чернобыльской зоны, на территории Чернобыльской АЭС и вообще в мире, такого никто пока никогда не делал. Это первый шаг. Он для нас, мы считаем, успешный. Мы готовы масштабировать эти шаги. Над проектом работали компании из Украины и Германии. На реализацию уже потратили порядка миллиона евро. В планах инвесторов увеличить мощность станции в 100 раз. Это предпринимательские действия, которые доказывают, что здесь можно зарабатывать деньги и успешно делать бизнес. Нельзя сказать, что проект будет успешным. Он уже успешен. То есть уже на данный момент идет генерация, уже идет реализация электричества, уже идет погашение кредита постепенно. То есть он уже сейчас начал приносить реальный результат. Несмотря на то, что в радиусе 2600 километров вокруг Чернобыля пока остается повышенный уровень радиации, правительство планирует заново начать промышленное освоение этой территории. В ближайшие годы в зоне отчуждения появится несколько солнечных и ветряных электростанций. Александр Кулибаба, UATV.